Будто бы Кейт Мидлутон не хватало проблем с лечением, как на нее свалилась еще одна беда. И в этот раз муж совсем ее не поддерживает. Пока принцесса Уэльская опять скрывается от всего мира, внимание поклонников британской королевской семьи все равно приковано к ней и ее семье. Тем более что разных инсайдов в английской прессе хватает. Как и всегда в монаршей семье скучать не приходится. К примеру, вновь пошли разговоры о разногласиях Кейт и Уильяма по поводу учебы их первенца и будущего короля Великобритании принца Джорджа. Ребенку предстоит перейти в среднюю школу, и родители мальчика никак не могут прийти к единому мнению по этому вопросу. В свое время Уильям и его младший брат Гарри, вопреки семейной традиции виндзоров, положенный принцем Филиппом, не стали посещать шотландскую школу-интернат Горданстаун. Сыновей Карла III и принцессы Дианы отправили в Итонский колледж, о котором в свое время грезил сам король о годах, проведенных в Горданстаун. Отец Уильяма всегда вспоминал чуть ли не с содроганием. Храня в сердце теплое воспоминание об Итоне, принц Уильский желает такой же судьбы и своему первенцу. Однако против поступления Джорджа в этот колледж выступает Кейт. Несмотря на то, что речь идет о довольно престижном интернате, принцесса пока что непреклонна. Что самое главное, у Миддлтон есть серьезное основание идти поперек мнения супруга. Ведь в свое время Кейт и сама посещала подобное учебное заведение. По информации инсайдера, над будущей королевой Великобритании ужасно издевались в ее первой школе-интернате. Тот же источник утверждает, будто бы принцессе невыносима мысль о том, что Джордж будет страдать, как и она в свое время. Учебное заведение Даунхаус в Бергшире Кейт когда-то бросило в середине семестра. Но вряд ли у принца Джорджа будет такая возможность в случае, если опасения его матери воплотятся в жизнь. Впрочем, кажется, в итоге Миддлтон все же уступила принцу Уэльскому. Это пока не подтвержденная информация, но инсайдер в ней уверен. Кейт считает, что отправка Джорджа в такое душное заведение для высших слоев общества противоречит всем их усилиям по модернизации монархии. Кейт долго не соглашалась со своим мужем по поводу его отъезда, хотя эта традиция, говорится в сообщении с уточнением, что Уильяму, кажется, удалось выиграть спор с женой. Остается надеяться, что раскол в семье Уэльских из-за отказа принца поддержать свою жену не скажется на ее здоровье. Как и известно, Кейт специально отказалась от всех рабочих поездок, чтобы сосредоточиться на курсах химиотерапии и последующем восстановлении.